Здравствуйте, меня зовут Семичева Наталья Евгеньевна, я доцент к авторе теплогазоводоснабжения и вашему вниманию я представлю лекцию на темы холода и теплоснабжения в системах кондиционирования воздуха. Структурная схема холодоснабжения систем кондиционирования воздуха состоит из трех основных элементов. Генератора источника холода, холодопроводов, передающих холод от генератора к потребителю и потребителей, которые, по сути, представляют из себя стоки холода. Для классификации холодоснабжения систем кондиционирования выделяют три признака. Способ производства холода в генераторе, способ связи источника и потребителя и способ использования холод. Для охлаждения и сушения воздуха в системах кондиционирования воздуха могут быть использованы естественные источники холода, к которым относятся лед, артезианская или крушнтовая вода, использование искусственных источников холода, холодильных машин, испарительное охлаждение и использование комбинированных схем охлаждения. По способу связи источника и потребителя холода выделяют две разновидности – централизованное и местное холодоснабжение. По способу использования холода выделяют непосредственное использование холода от рабочей среды источника и применение промежуточного холодоносителя. Вначале мы с вами рассмотрим источники холода и начнем с естественных источников холода. К природным или естественным источником холодоснабжения мы относим, как я уже сказала выше, артезианскую воду, лед, намороженный в естественных условиях. Прямое использование артезианской воды в контактных аппаратах, например, в форсуночных камерах орошениях, допускается в том случае, если она имеет питьевые качества. В противном же случае артезианскую воду подают в поверхностные воздухоохладители. Для повышения эффективности использования этой воды применяют охлаждение водой и машинное охлаждение. Также для охлаждения воздуха помещение в климатических зонах с существенной суточной амплитудой температуры используют ночной холод. Причем наружным воздухом с относительно низкой температурой ночью охлаждаются строительные конструкции или специальные емкие аккумулирующие устройства, в которых днем охлаждают более теплый наружный воздух. В установках кондиционирования воздуха применение льда может оказаться целесообразным в районах с коротким жарким летом и холодной зимой. В кондиционерах, где лед непосредственно соприкасается с воздухом, лед должен быть изготовлен из воды питьевого качества. Лед же намороженный в естественных условиях наиболее целесообразно использовать путем стаивания непосредственного буртей по методу Бабкова, который наглядно отображен на рисунке 1. Схема использования льда для систем кондиционирования воздуха. На схеме отражено скопление льда наморожено в естественных условиях. Также лед сверху закрыт насыпной изоляцией. Сама схема холодоснабжения оборудована и снабжена трехходовым клапаном, который находится здесь. Здесь же также имеет место быть регулятор температуры, кондиционер, поверхностный воздухоохладитель, здесь он представлен, центробежный насос, фильтр, перелив воды в канализацию в случае, если возникает в этом необходимость. Приямок для талой воды, гравийный фильтр обязательно предусматривается, площадка и коллектор оттепленной воды. Основными достатками систем с водяным охлаждением является их громоздкость. Так, для установки кондиционирования воздуха, предназначенной для работы в течение столетних дней по восемь часов со средней производительностью 230 киловатт, требуется наморозить в течение зимы бурт объемом 2200 метров кубических, для размещения которого требуется площадка размером 20 на 60 метров. Разместить такую площадку не всегда представляется возможным, в связи с большой занимаемой площадью. По архитектурным соображениям это тоже вызывает какой-то негатив. Поэтому такие установки применяют в основном для технологического кондиционирования воздуха, например, на молокозаводах. В качестве естественного источного холода также допустимо использовать технологии снежной свалки, которая представлена на рисунке 2. Используем, например, для холодоснабжения в госпитале в городе Сундсваль, это в центральной Швеции. Как реализуется схема холодоснабжения по принципу снежной свалки? То есть снег накапливается в зимнее время на специально подготовленной площадке с гидроизолированным дном, имеющей борта для предотвращения утечек талой воды. Холодная вода, накапливающаяся в нижней части хранилища, имеет температуру 0 градусов Цельсия. Далее эта вода используется для охлаждения в проточном теплообменнике теплоносителя, поступающего из системы холодоснабжения госпиталя. Подогретая отработанная вода вновь сбрасывается на снежную свалку, что приводит к таянию дополнительной порции снега, как показано здесь, с увеличением доли талой воды с температурой около 0 градусов. Рассматривая схемы, фактически не имеет ограничений по отбираемой холодильной мощности, которая может варьироваться в соответствии с графиком холодильной нагрузки. Такие естественные источники холода применяются в системах кондиционирования воздуха. Искусственные источники холода. Общим признаком для искусственных источников холодоснабжения является использование холодильных машин, потребляющих электрическую или тепловую энергию. Различают различные холодильные машины. Это парокомпрессионные холодильные машины, абсорбционные холодильные машины, пароэжекторные холодильные машины, тепловые машины, основанные на вихревом эффекте и термоэлектрические холодильные машины. Парокомпрессионные холодильные машины используют механическую работу. Они получили наибольшее распространение в холодильной технике и технологии для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов из-за их энергетической эффективности, которая заключается в меньшем расходе энергии по сравнению с другими машинами, а также меньшей экологической опасности, которую они представляют для окружающей среды. Для осуществления холодильного цикла, который представлен на рисунке 3, отражающем принцип работы паракомпрессионной машины, необходимо иметь четыре основных элемента. Это компрессор, конденсатор, испаритель и регулирующий вентиль. Соединенных трубопроводов, в котором непрерывно циркулирует рабочее вещество хладагент. Испаритель располагают в охлаждаемом помещении. В нем при низкой температуре, то есть ниже температуры окружающей среды, кипит жидкий хладагент, воспринимая тепло от холодильной камеры в количестве Q0. Пары хладагента из испарителя отсасываются компрессором, сжимаются до давления ПК, соответствующей температуре конденсации ТК и нагнетаются в конденсатор, охлаждаемый окружающим воздухом. При отводе от конденсатора теплоты в количестве QК пары хладагента превращаются в жидкости, которая через регулирующий вентиль поступает опять в испаритель. В регулирующем вентиле происходит процесс дресселирования, при этом небольшая часть жидкого хладагента мгновенно испаряется, а оставшаяся жидкость охлаждается до температуры кипения. Таким образом, хладагент выполняет непрерывный круговой холодильный цикл, циркулируя с помощью компрессора внутри замкнутой системы, изменяя температуру, давление, свое фазовое состояние, поглощая или отдавая при этом тепло. В холодильных машинах в качестве хладагентов используются хладоны, аммиак, фреоны, но это в старых холодильных машинах. Сейчас уже используются новые типы хладагентов, более безопасные для окружающей среды. При непосредственном охлаждении и хладоносителе еще используются вода, рассолы, льдосоляные смеси, этиленгликоли, растворы хлористого натрия или хлоролористого кальция, используются антифризы, пропилингликоли, метанолглицелин и так далее. Вы слышали принцип работы паракомпрессионной холодильной машины. Следующий тип, который мы с вами рассмотрим, это абсорбционные холодильные машины. Абсорбционные холодильные машины используют тепловую энергию для повышения концентрации растворов, служащих холодильным агентом. В качестве рабочей среды в абсорбционных холодильных машинах используется раствор двух веществ. Вещества эти должны значительно отличаться по температуре кипения при одинаковом давлении. Одно из веществ должно обладать способностью достаточно полно поглощать и растворять пары второго вещества. Вещество с более низкой температурой кипения является вещество поглощающей пары абсорбентом. В качестве рабочих сред наибольшей распространении получили две смеси аммиак, вода или вторая смесь вода и бромистый литий. Для кондиционирования воздуха обычно применяется бромистолитиевая абсорбционная холодильная машина, где вода выполняет роль холодильного агента, а бромистый литий абсорбент. На рисунке 4 приведена схема абсорбционной холодильной машины, которая включает в себя генератор, конденсатор, основной регулирующий вентиль, включает в себя испаритель, второй регулирующий вентиль, абсорбер и насос. Следующим типом холодильных машин являются термоэлектрические холодильные машины. Они основаны на так называемом эффекте пельтье, который заключается в поглощении тепла при прохождении электрического тока в месте контакта спая двух проводников, сделанных из разных материалов. При этом поглощенное тепло выделяется на другом спае. Эффект возникновения термодез широко известен в спаянных проводниках контактах под названием эффекта зиебека. Когда через цепь двух разнородных металлов пропускают постоянный электрический ток, тогда один из сплавов начнет резко нагреваться, а второй будет подвергаться охлаждению. Это явление называется термоэлектрическим эффектом или эффектом пельтье. Рисунок 5 наглядно демонстрирует термоэлектрический модуль пельтьей и вообще сам эффект. Энергетическая эффективность термоэлектрических холодильных машин значительно ниже эффективности других типов холодильных машин. Главным преимуществом считается то, что простота и надежность делают использование термоэлектрического охлаждения достаточно перспективны. Еще один тип холодильных машин основаны на вихревом эффекте. Помимо рассмотренных холодильных машин распространения, также нашли и вихревые трубы-охладители, которым энергия, необходимая для их работы, подводится с воздухом, имеющим обычную температуру окружающих среды. При этом предварительно сжатый воздух поступает в трубу через сопло, направленное по касательной линии к внутренней поверхности. Поток воздуха закручивается в трубе. Молекулы воздуха, двигающиеся по поверхности трубы с большей скоростью, направляются к вентилю, а молекулы в центральной части потока с малой скоростью проходят через диафрагму и выходят с другого конца трубы с более низкой, чем начальная температура. При этом температура холодного потока зависит от давления воздуха на входе в сопло и от отношения массы холодного потока к общей массе воздуха, поступающего в трубу. При начальном давлении от 0,3 до 0,5 мегапаскалей можно получить на холодном конце трубы температуру воздуха на 50 градусов ниженачальной. Вихревая труба по энергетической эффективности уступает при компрессионной холодильной машине. Воздух обладает большой сушающей способностью. Вихревой эффект, известный как эффект ранка Хилша, представленный на рисунке 6, реализуется за счет перепада давления газа и заключается в снижении температуры центральных слоев закрученного потока в нагреве периферийных слоев. Вихревая труба работает следующим образом. Сжатый газ, расширяясь в сопле, разгоняется до скорости звука и интенсивно закручивается. При этом в рабочем объеме вихревой трубы формируется высокоскоростной вихревой поток, в котором возникает эффект ранка Хилша. Внутренние охлажденные слои газа отводятся через диафрагму в виде холодного потока, а периферийные нагреты в виде горячего потока. Выгодно применять вихревые трубы на технологических потоках воздуха, энергии и давления которых, которые безвозвратно теряются при дресселировании. На данном слайде приведены виды существующих холодильных машин. Здесь представлена абсорбционная холодильная машина или чиллер. Также здесь представлен холодильная машина с воздушным охлаждением, паракомпрессионная холодильная машина и кондиционер, разработанная на основе термоэлектрического эффекта. Современная система кондиционирования воздуха, в которой реализуется охлаждение воздуха, это система кондиционирования с чиллерами и фэн-койлами. Чиллеры абсорбционные или паракомпрессионные холодильные машины и фэн-койлеры представляют собой систему холодоснабжения, которая получила широкое распространение в последнее время. Это произошло благодаря возможности независимого регулирования температуры одновременно в большом количестве помещений, офиса, торговые комплексы, например, гостиницы и точного поддержания заданной температуры в специальных помещениях с помощью индивидуального управления фэн-койлами, а также использования в системах охлаждения технологических циклов. Одно из преимуществ этой системы состоит в том, что потери фреона соединены до минимума, так как в трассах, а вместо него используется вода или же другие, соответственно, холодоносители. На данном рисунке, опять же, приведено, здесь находится чиллер, здесь находятся различные типы фэн-койлов. Фэн-койлы у нас различают настенного типа, кассетного типа, канального типа, напольно-потолочного типа и, соответственно, указана обвязка по линии теплоснабжения фэн-койлов и по линии холодоснабжения. То есть данная система предназначена для работы в теплый период для охлаждения внутреннего воздуха, а в холодный или переходный период для подогрева внутреннего воздуха в помещении через фэн-койлы, представляющие собой, по сути, теплообменные аппараты, которые мы рассмотрим далее. Принцип работы паракомпульсионного чиллера. Компрессор всасывает газообразный холодогент, повышается давление внутри аппарата. Этиленгликоль, выступающий в качестве холодогента, поступает в вентиль для терморегуляции. Давление внутри прибора понижается, а температура холодогента повышается. Этиленгликоль закипает и частично испаряется. В испаритель оборудования поступает закипающий холодогент, при испарении которого происходит забор тепла водяного контура. Пройдя через испаритель, этиленгликоль снова переходит в состояние газа, цикл повторяется. Охлажденная вода с помощью насоса попадает в фан-код по специальному трубопроводу. Доводчик, в свою очередь, распределяет охлажденный воздух по всему пространству помещения. Плюсы и минусы систем холодоснабжения чиллер фан-код. Эти системы относятся к числу наиболее востребованных благодаря следующим преимуществам. Первое преимущество – это возможность создания любых по протяженности трубопроводов. Их длина зависит лишь от мощности чиллера. Даже отдаленность элементов на сотни метров не вызывает ухудшение производительности и эффективности. Второе достоинство – это компактность наружного блока. Чиллер при монтаже занимает минимум места и не нарушает эстетику фасада здания. Следующее достоинство – это доступная стоимость компонентов. То есть охлаждаемая жидкость циркулирует по обычным трубам, а не медным, как в случае со спецсистемами, что ведет к уменьшению стоимости установки. Далее летучие газы не покидают пределов чиллера. Использование такого оборудования не несет опасности для здоровья людей. Также эти системы отличаются гибкостью и адаптивностью. То есть пользователи могут создавать индивидуальные настройки и менять их в интерактивном режиме. Однако среди недостатков следует выделить дороговизну внешних и внутренних блоков, сложность монтажа, высокий уровень шуб, сопровождающий работу оборудования и существенную энергозатратность связки. Также мы рассмотрим еще один элемент системы с черными фанкойлами – это фанкойл. Фанкойл. Английское название аппарата фанкойл дословно означает вентилятор-змеевик и указывает на конструктивную схожесть с давно известными агрегатами воздушного отопления. Внешним видом и устройством фанкойлы также напоминают внутренние блоки сплит-систем, только вместо фреона применяется вода, либо незамерзающая жидкость – антифриз, например, тот же этерингликоль, о котором мы говорили ранее. Фанкойл состоит из следующих элементов – корпуса, оснащенного воздушными решетками либо патрубками, теплообменника в виде змеевика из метной трубки с многочисленными пластинами, вентиляторами, обычно используется центробежный, фильтра грубой очистки воздуха, электромагнитного клапана для регулирования протока жидкости через теплообменный радиатор, клапана ручного сброса воздуха и электронной платы управления. По теплообменникам обычно устанавливается емкость сбора конденсата, которая отводится через трубку на улицу либо в канализационный преемник. Если агрегат установлен на значительном расстоянии от места сброса, конденсат перекачивается дренажным насосом. Фанкойл работает по принципу упомянутого выше колорифера агрегата воздушного отопления. Его работа осуществляется следующим образом. По трубкам змеевика течет антифриз или вода определенной температуры, при этом вентилятор продувает сквозь ребра комнатный воздух, происходит теплообмен, поток нагревается или охлаждается. Отсюда вытекает второе название устройства – это вентиляторный доводчик. Отличие фанкойла от плитсистемы заключается в принципе работы. Отличие заключается в том, что паракомпрессионный цикл в нем отсутствует и рабочим телом слушает вода, не меняющая агрегатного состояния. Причем тепловая энергия приходит в радиатор извне вместе с жидкостью, как предусмотрено в агрегатах воздушного отопления, колориферах. Следующий вид охлаждения воздуха – это испарительное охлаждение. Испарительное охлаждение является наиболее экономичным оборудованием для охлаждения воздуха. Они представляют из себя системы с прямым либо косвенным охлаждением. Для систем с прямым охлаждением предполагается использование стандартной техники без применения дополнительных источников искусственного холода и холодильного оборудования. Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха с прямым испарительным охлаждением представлена на рисунке 8. К преимуществам таких систем можно отнести минимальные затраты на обслуживание систем при эксплуатации, а также надежность и конструктивную простоту. Их основные недостатки – невозможность поддержания параметров приточного воздуха, исключение рециркуляции в обслуживаемом помещении и зависимость от внешнеклиматических условий. Причем энергозатраты в таких системах сводятся к перемещению воздуха и рециркуляционной воды в адиабатических увлажнительных растительных камерах, установленных в центральном кондиционере. При использовании адиабатического увлажнения, охлаждения в центральном кондиционере требуется использовать водопитьевого качества. То есть, по сути, принцип прямого испарительного охлаждения реализуется в камерах орошения путем прохождения воздуха через дождевое пространство камеры орошения, создаваемых форсунками, через которые разбрызгивается мелкодисперсная вода. Применение таких систем может ограничиваться в климатических зонах с преобладающим сухим климатом. Областями применения системы кондиционирования воздуха с испарительным охлаждением являются объекты, которые не требуют точного поддержания тепловлажностного режима. Обычно они находятся в видении предприятий различных отраслей промышленности, где необходим дешевый способ охлаждения внутреннего воздуха при высокой теплонапряженности помещений. Следующий вариант экономного охлаждения воздуха в системах кондиционирования – это использование косвенного испарительного охлаждения. Схема косвенного испарительного охлаждения реализована в системах кондиционирования воздуха. Система с таким охлаждением чаще всего применяется в тех случаях, когда параметры внутреннего воздуха невозможно получить, используя прямое испарительное охлаждение, увеличивающее влагосодержание приточного воздуха. В косвенной схеме приточный воздух охлаждается в теплообменном аппарате рекуперативного или регенеративного типа, контактирующего со вспомогательным потоком воздуха, охлаждаемых испарительным охлаждением. Система кондиционирования воздуха с косвенным испарительным охлаждением и применением теплообменников рекуперативного типа показана на рисунке 10. Система кондиционирования воздуха с косвенным испарительным охлаждением применяется, когда требуется подавать приточный воздух без осушения. Требуемые параметры воздушной среды поддерживают местные доводчики, установленные в помещении. Определение расхода приточного воздуха осуществляется в соответствии с санитарными нормами либо по воздушному балансу помещения. Также на этом слайде, где представлены камеры орошения, внешний вид камеры орошения, который вы можете посмотреть, представляет из себя прямоугольное помещение, куда подводятся магистрали, к которым подсоединяются стояки с расположением на них форсунок. Расположение форсунок может быть однорядным либо двухрядным. Здесь представлены двухрядное расположение форсунок. Камеры орошения относятся к адиабатическому типу увлажнительный воздуха, то есть таких увлажнительных, в которых реализуется процесс охлаждения и осушения воздуха без изменения теплосодержания. Адиабатические увлажнители распыляют воду в виде мельчайших капель, которые испаряются в воздухе, поглощая из него теплоту и тем самым охлаждая его. Таким образом, кроме поддержания влажности, адиабатические увлажнители обладают потенциалом испарительного охлаждения, как прямого, так и косвенного. Также адиабатические увлажнители потребляют небольшое количество электроэнергии, которое необходимо только для работы водяного насоса. Эта энергия составляет примерно около 4 Вт на 1 литр распыляемой воды. Данная система увлажнения состоит из набора форсунок низкого давления, питаемых водопроводной водой через компрессор. Подобный тип увлажнителей может использоваться как адиабатный охладитель или система водяной очистки воздуха. Для повышения энергоэффективности увлажнения применяется система с двумя водяными распределителями, форсунки одного из которых направлены по потоку воздуха, а другого против потока воздуха. Следующая тема, которую мы рассмотрим, это хладагенты, применяемые в системах кондиционирования воздуха. Хладагенты, применяемые в системах кондиционирования воздуха, подвергаются фазовым изменениям от жидкости к газу при поглощении тепла и обратно они переходят в жидкое состояние, когда компрессор сжимает газ. Выбор идеального хладагента производится на основе его термодинамических свойств. Он должен быть не агрессивным, безопасным, не токсичным и не горючим. До последнего времени наиболее распространенным хладагентом, который используется в холодильных установках, это был фреон. До изобретения фреона в качестве хладагента в холодильном оборудовании использовался аммиак, некоторые другие соединения, даже и теловый спирт. Сам был фреон, был синтезирован в 1928 году в лаборатории General Motors. Это вещество, которое было синтезировано, дихлор, дихлорометан, получило название фреон. В 70-х годах XX века было установлено, что фреон содержит хлор, который приносит вред тонкому озоновому слою. Испарившееся вещество поднимается над землей, хлор вступает в реакцию с озоном, превращая его в кислород, и над местностью образуется озоновая дыра. Как показано на данном рисунке, который иллюстрирует разрушение озонового слоя хлорсодержащими хладагентами. На участках поверхности под образовавшейся озоновой дырой живые существа оказываются беззащитными перед ультрафиолетом. Озоновый слой – это один из самых верхних слоев атмосферы нашей планеты. Несмотря на его незначительную толщину, он защищает флору и фуану Земли от средоносных кратковолновых ультрафиолетовых лучей, исходящих от Солнца, и ослабляет их примерно в 6,5 тысяч раз. Без озонового слоя уничтожению подлежали бы многие важные для экосистемы микроорганизмы. Флора и фауна подвергалась бы мутациям, и сильно пострадал бы сам человек, но в первую очередь это зрение. В последние десятилетия были заключены международные соглашения по запрету и ограничению использования фреона. С 2010 года его ввоз на территории России запрещен, и с тех пор было разработано немало эффективных и безопасных альтернатив фреону, или его химическое название – дихлор-дихромметан. Или же его еще называют как хладагент R12. Сейчас мы с вами поговорим о видах фреон, о видах хладагентов, которые применяются в системах кондиционеров. Фреон R22, или как его называют хладон 22, этот хладагент применяется в тех системах, где требуется охлаждение до очень низких температур. Например, в холодильниках промышленного бытового назначения. У данного вещества есть отрицательная сторона – это вред, который находят в окружающей среде, поэтому его использование все-таки экологами не поощряется. Следующий тип хладагента – это вреон R410A. Он не содержит хлора, и поэтому безопасен для зонового слоя земли. Следующий тип хладагента – фреон R407S. Он включает в себя три типа фреонов. У каждого из них свои функции. R32 обеспечивают хорошую производительность в системе, R125 гарантирует, например, пожарную безопасность работы. R134A – ответственный за общее давление в рабочем контуре. Фреон 134A представляет собой бесцветный газ. Им заменяют фреон R12. Фреон 134A нетоксичен, не воспламеняется при температуре его эксплуатации. Однако при нарушении герметичности системы при попадании воздуха могут образовываться горючие смеси. Фреон 404A также представляет собой смесь фреонов, похожую на анизотропную, и она способна долгое время сохранять высокую стабильность. Он не оказывает негативного воздействия на состояние озонного слоя. Фреон 32A. Если его сравнивать, например, с фреоном R410A, то он на 30% менее вязкий и плотный, а меньшая плотность приводит к меньшему расходу этого фреона. Причем пониженное значение вязкости улучшает общую эффективность системы на 5%. Этот фреон сравнительно новый. Он имеет коэффициент потенциала глобального потепления на 65% меньше относительно фреона R410A, а значит он опять же представляет наименьшую опасность для окружающей среды. Также используется фреон 507A. Он тоже является азиотропной смесью, которая по своим свойствам практически не отличается от однокомпонентной. И у него нет проблем именно с разделением компонентов именно по этой причине. И завершает линейку рассматриваемых нами фреонов, применяем в современных кондиционерах, это фреон 600A. Он, по сути, представляет из себя изобутан. Раньше его применяли редко, поэтому производили в небольших количествах. В наши дни он активно используется в кондиционерах, и причина тому служит то, что, во-первых, изменения в технологии его применениях произошли. Теперь фреона 600A изобутан нужно заливать меньше, а значит уменьшился предел безопасной концентрации. Изобутан, по сути, может производить любой завод, занимающийся нефтедобычей. Мы с вами рассмотрели основные моменты, которые относятся к холодоснабжению систем кондиционирования воздуха. Теперь поговорим с вами о теплоснабжении центральной системы кондиционирования воздуха. В системах кондиционирования воздух нагревается в секциях подогрева, в так называемых воздухоподогревателях, которые выполняются в виде многоходовых воздухоподогревателей из горизонтальных стальных труб, оребренных стальной лентой. Типовые секции собирается из 1, 2, 3, 1,5-рядных базовых теплообменников. Для первого подогрева по ходу движения воздуха устанавливается обычно не менее двух секций. Теплоносителем для воздухоподогревателя первого подогрева может быть вода с температурой до 150 градусов Цельсия и пар с давлением не превышающих 0,6 мегапаскалей. Если в качестве теплоносителя используется вода, то для увеличения скорости ее движения в трубках теплообменников и коэффициента теплопередачи секции подогрева соединяются последовательно. Параллельное соединение секций воздухоподогревателей применяется только в случае недостаточного напора в тепловой сети для преодоления увеличения гидравлических сопротивлений в теплообменниках, соединенных последовательно. Если же в качестве теплоносителя используется пар, то секции подогрева присоединяются к пароконденсатопроводам параллельно. И еще раз повторюсь, максимально допустимое давление пара по условиям прочности теплообменников составляет 0,6 мегапаскалей. Для секции второго подогрева местных или зональных подогревателей воздуха в качестве теплоносителя применяют воду с постоянной температурой в подающей линии 60-70 градусов Цельсия. Расчетный перепад температур воды принимают 15-25 градусов Цельсия. Присоединять воздухоподогреватели второго подогрева к тепловым сетям непосредственно не следует, так как требуемая теплоотдача подогревателей, как правило, не зависит от температуры наружного воздуха, то есть не связана с температурным графиком, по которым изменяется температура сетевой воды. Питание водой переменной температуры значительно ухудшило бы работу системы автоматического регулирования. Также теплоотдача воздухоподогревателя второго подогрева регулируется автоматическим клапаном, изменяющим количество воды постоянной температуры, подаваемой в колорифер. Для получения воды с постоянной температурой по закрытой схеме применяют смесительные установки с промежуточным теплоносителем. На рисунке 12 представлена схема теплоснабжения воздухонагревателя первой ступени нагрева с двухходовым регулирующим клапаном. Данные схемы включают в себя узел обвязки, водяной нагреватель, регулирующий клапан, циркуляционный насос и запорный вентиль. Т1 и Т2 – это подающие обратные трубопроводы сетей теплоснабжения. В качестве закрепления теоретических знаний, которые вы услышали на сегодняшней лекции, мы рассмотрим основные положения расчета растительных камер и воздухонагревателей, применяемых в системах кондиционирования воздуха. Начнем с расчета растительных камер. Целью расчета камер рашения является выбор типа камеры рашения, определение режимных параметров, расходы и давления воды на входе и выходе из камеры. Например, при компоновке кондиционеров серии КТЦЗ применяют растительные камеры, форсуночную ОКФЗ. Причем растительная камера ОКФЗ состоит из двух рядов, стыков, оснащенных эксцентриситетными широкофакельными форсунками ЭЭШФ7х10, то есть диаметр входного отверстия 7 мм, соплового отверстия 10 мм. Эти форсунки характеризуются равномерным распределением воды по окружности распыла. Методика расчета данных камер рашения, разработанного в ней кондиционера, ипотируется на экспериментальных и теоретических исследованиях и использования коэффициентом эффективности теплообмена, коэффициента, соответственно, адиабатической эффективности. С чего начинается расчет и как проходит расчет камеры рашения? Вначале расчет камеры рашения проводят обязательно на теплый период, затем на холодный и производят его в следующем порядке. По выбранному типоразверу кондиционера определяется индекс и техническая характеристика камеры рашения. Далее производится построение процесса обработки воздуха в теплый период на ИД-диаграмме и определяются параметры на входе и выходе из камеры рашения. Причем точка пересечения луча процесса, характеризующего процесс ассимиляции тепла и влаги в помещении, с кривой насыщения, φ равной 100%, соответствует предельному состоянию воздуха в камере с параметрами Т-предельной и И-предельной, то есть с предельным значением температуры и энтальпии. Далее мы определяем коэффициенты адиабатической эффективности процесса по формуле, которая включает в себя отношение разности конечной и начальной энтальпии воздуха, процесса обработки в камере рашения и к разнице предельного состояния воздуха при насыщении его парами воздуха, приносительной влажности до 100%, и, соответственно, начальной энтальпии воздуха. Далее мы определяем значение коэффициента рашения μ и энтальпийной эффективности Е с индексом П из графической зависимости для двух рядных камер рашения. В списке литературы приведен источник литературы 5, где вы можете посмотреть эти графики. После определения значения коэффициентов рашения мы вычисляем относительную разность температур воздуха по формуле, которая включает в себя коэффициент аппроксимации 0,33, теплоемкость воды, соответственно, коэффициент рашения и разницу обратных отношений, соответственно, коэффициентов адиабатической и энтальпийной эффективности. После определения разности температур воздуха мы вычисляем начальную температуру воды в камере рашения и используем следующую зависимость, которая приведена в этой формуле. После этого мы рассчитываем конечную температуру воды из уравнения теплового баланса, определяем расход разбрызгиваемой воды из уравнения, включающего в себя коэффициент рашения и расход, соответственно, воздуха через камеры рашения. После этого мы вычисляем расход воды через форсунку, причем это называется производительностью форсунки и определяется как отношение расхода разбрызгиваемой воды к числу форсунок. Затем мы определяем необходимое давление воды перед форсункой для выбранного типовой камеры, причем мы проверяем, соблюдается ли условие устойчивой работы форсунок и находится ли полученное нами давление воды в диапазоне от 20 кПа до 300 кПа. Если это условие не выполняется, то принимаем другое исполнение камеры рашения. Затем мы определяем расход холодной воды от холодильной станции по формуле, включающей в себя, соответственно, общий расход холода, теплоемкость воды и разница температур воды на входе и выходе в камеру рашения. На этом расчет растительной камеры для теплого периода заканчиваем. В холодный период года растительная камера работает в изоэнтальпинном режиме. Для этого режима коэффициент эффективности определяется по формуле, включающей не значение энтальпий для процесса обработки воздуха в камере рашения, а начальные и конечные температуры данного процесса и температуры мокрого термометра. После этого мы также определяем коэффициент рашения, расход воды, производительность форсунки. Завершаем расчет камеры рашения для холодного периода. Это определением расхода испарившейся воды, исходя из следующего соотношения, в которое входит расход воздуха, проходящего через дождевое пространство камеры рашения, и разница влагосодержаний на входе и выходе из камеры рашения. Дальше на основании расчета режима в работе растительной камеры в теплый и холодный период принимаем больше расчетные параметры. И на этом заканчиваем расчет растительной камеры. Следующий расчет, который мы с вами рассмотрим, это расчет воздухонагревателей. Перед освещением последовательности расчета, обратите внимание на рисунок 13, где приведены схемы обработки воздуха с первой рециркуляции для холодного периода. Вспомним первую и вторую лекцию, на которой мы рассматривали процессы построения и обработки воздуха на АИД-диаграммах. Если мы вернемся к расчету камеры рашения, то если бы использовать данные схемы, то здесь процесс обработки в камере рашения иллюстрируется отрезками КО и отрезком СО. Данная схема, она опять же отражает схему смешения воздуха до воздухонагревателя первого подогрева. Процесс нагрева воздуха, воздухонагревателя первого подогрева на данной схеме иллюстрируется отрезком СК второго подогрева ОП. В случае, если у нас подмес рециркулируемого воздуха осуществляется после воздухонагревателя первого подогрева, тогда процесс воздухонагревателя первого подогрева иллюстрируется отрезком НК, а второго подогрева ОП. Итак, расчет воздухонагревателя осуществляется на два периода. Вначале мы производим расчет на холодный период, а затем на теплый период. Также раздельно производим расчет воздухонагревателя первого и второго подогрева. Целью расчета воздухонагревателя является определение требуемой и располагаемой поверхности теплопередачи и режима работы воздухонагревателя. Исходными данными для расчета воздухонагревателя являются массовый расход воздуха, начальной и конечной температуры воздуха, начальной и конечной температуры воды. При поверочном расчете мы вначале задаемся типом и числом базовых воздухонагревателей, исходя из марки центрального кондиционера, который подбираем по расходу воздуха, выраженного в метры кубических час. То есть вначале принимаем стандартную компоновку по воздухоподогревателю, а затем ее уточняем. Для увеличения скорости движения теплоносителя в трубках теплообменников и коэффициенты теплопередачи секции подогрева соединяются последовательно. Помним также о том, что параллельное соединение применяется только в случаях недостаточного напора в тепловой сети для преодоления увеличения гидравлических сопротивлений теплообменников, соединенных параллельно. Последовательность расчета заключается в следующем. При расчете мы вначале определяем теплоту, необходимую для нагрева воздуха. Для этого мы используем данные, которые мы снимаем с этой диаграммы. Зная расход воздуха, проходя через воздухонагреватель, его теплоемкость, мы снимаем с этой диаграммы температуры, характеризующие конец и начало процесса. То есть конец процесса характеризуется температурой ТК, начало процесса температурой, соответственно, в данном случае ТС, но формуле она представлена как ТН, характеризующий начало точки, начало и конец этого процесса. Расход дальше, после того, как мы определили теплоту, необходимую для нагрева воздуха, мы определяем расход горячей воды, куда у нас входит, соответственно, мощность воздухонагревателя и разница температур начальной и конечной воды. В зависимости от марки кондиционера выбираем число и тип базовых теплообменников, для которых вычисляем массовую скорость движения воздуха в живом сечении воздухонагревателя. Площадь живого сечения для прохода воздуха-воздухонагревателя мы берем для типовой компоновки подходящего нам расходу воздуха-воздухонагревателя. После этого мы определяем скорость движения горячей воды по трубам теплообменника, исходя из следующей зависимости, куда входит, соответственно, расход горячей воды, вычисленный нами ранее, плотность воды при ее средней температуре, площадь сечения для прохода воздуха, для прохода воды, который является характеристикой принятого нами теплового воздухонагревателя. Затем мы определяем коэффициент теплопередачи, используя коэффициенты, входящие в данную формулу, зависящие от рядности воздухоподогревателя. Для разных типов воздухонагревателя в зависимости от мы можете посмотреть в источнике 5 из списка литературы. После определения коэффициента теплопередачи мы определяем среднюю разность температур между теплоносителями по воздуху и по воде и определяем требуемую площадь теплообмена воздухоподогревателя. Далее получим и требуемую площадь теплообмена. Мы сравниваем с располагаемой поверхностью, то есть предварительно выбранного воздухонагревателя, и определяем, соблюдается ли условие по запасу поверхности теплообмена, получимым нашей требуемой площади теплообмена. Запас поверхности теплообмена не должен превышать 15%. Вычисляем его по данной формуле, и в том случае, если у нас наблюдается превышение более чем на 15%, значит мы соответственно изменяем либо рядность воздухонагревателя, либо изменяем скорость движения воды, то есть производим расчеты изменения конструктивных характеристикам воздухоподогревателя, обвязки их до тех пор, пока у нас не выполнится данное условие. На сегодняшней лекции мы с вами рассмотрели основные моменты, которые относятся к холодной теплоснабжению систем кондиционирования воздуха. В качестве самостоятельных тем для изучения вы рассмотрите темы пароэжекторной и холодильной машины. Это первая тема. И вторая тема насосной станции система кондиционирования воздуха, назначение классификации устройства, режим работы подбор насосной станции. Также на данном слайде приведены вопросы для самопроверки и список литературы, который поможет вам лучше усвоить прослушанный материал. На этом лекция закончена. Спасибо за внимание.